вот мыло здесь лежит это видно им пользуются руки мой перед виду это правильно это вот моет посуду я не знаю кто но судя по одежде по майкам это бойцы солдаты а вот это вот нарезает хлеб это наверняка женщина может так уверенно работать ножом только может человек который нет ни одну бухоньку хлеба нарезал кормили тогда как на убой хлеба было в достатке можно было брать столько сколько съешь и столько сколько глаз хочет о а это оказался парень тоже солдатик видимо первое второе третье это обязательно плюс еще ко всему витаминный стол поскольку считалось что радиационное воздействие она сопровождается потерей дополнительных калорий вот а витаминный стол обеспечивает и аппетит и в то же время позволяет позволяет организм организму тоже это не пробует я не помню повторение двух блюд предположим в течение трех четырех дней обязательно то первое менялась то второе менялась а вот это вот столовая снята по 605 по моему управление строительство номер 605 до в чернобыле столовые работали в основном работники с атомных электрических станций посменно смены все время менялись по моему они работали по месяцу а потом полная замена новый состав прием вот видите насколько разнообразно меню наверху с помидорами со свежими компот второе вон обратите внимание бештекс мясо там что-то с карниром суп еще какой-то ну в общем конечно я вспоминаю те моменты жизни как житье жизни в свое удовольствие если всю жизнь так кормили как кормили тогда то я был бы значительно толще а вот в респираторе да продает газеты да в респираторах покупают такого не было это явный перегиб это съемочный трюк газета правда это правда это на самом деле но чтобы ее читали в респираторах такого не было газета правда покупали поскольку там на первой странице кроме лозунгов еще и была сводка что делается в чернобыле что делалась ветер дует сегодня хорошей стороны хорошей да это ерунда для нас ребята все здорово уже к ней привыкли и она к нам привыкли уже привыкли уже привыкли так же и вы все нас для чего сюда не любого правительства на задание выполняем 6 все улыбаются довольны водку не продают вообще москве такой слух был что на чернобыль проезжает водителям каждый день дают 150 грамм я с женой разговаривал с вами рассказываю на столовую заходит 150 выходишь на 50 водку привозили шофера основу в автобусах провозили но мой шухой закон блюли тем более такой закончат устава сама наливает норму звезды выступали и в чернобыле в клубе вот данном случае по моему они в клубе как раз выступают чернобыльском а например пугачева до приезжала и в то время выступала зеленым и су на пароходах я помню гнатюка когда он выступал то пел в чернобыле малиновые звоны помню он пел я только эту песню сумел послушать а в остальное время пришлось и уехать приехал и уехал на чернобыльской станции какие-то неотложные дела а а а а а а а а Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.